Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 25 мая. Меня зовут Наконечный Александр и сегодняшнюю сессию с вами приведу я. Давайте рассмотрим ключевые события, которые сейчас происходят на финансовом рынке. Вчера выступал председатель Банка Англии Бэйли и, соответственно, заявил о том, что если инфляционное давление будет расти, мы будем дальше ставку повышать. Соответственно, после того, как вышел отчет по инфляции, мы увидели, что инфляция в Англии все-таки снизилась и на текущий момент времени она составляет 8,7%. Из двухзначного пика, который был ранее, 10,1%, инфляция постепенно начала снижаться. И все благодаря тому, что Банк Англии повышает процентную ставку. Многие инвестиционные банки уже прогнозируют, что ключевая ставка дойдет до уровня 5, может быть, даже 5,25% в Англии с текущих 4,5%. Как отреагировал на отчет по инфляции фунт? Мы с вами видели, что фунт-доллар и евро-доллар продолжают находиться в нисходящем тренде. Эти валютные пары снижаются, а индекс доллара у нас продолжает расти. На текущий момент времени индекс доллара уже составляет 104. Значение его 104. Мы с вами говорили о том, что в текущих условиях нет никакой основы для того, чтобы индекс доллара начал расти. Но мы с вами подстроились под текущую реальность, мы с вами увидели этот восходящий тренд и, соответственно, прогнозируем и дальнейший рост. Напомню, что целевое значение по индексу доллара до значения 105 с точки зрения технического анализа. Если индекс доллара будет расти, соответственно, такие инструменты, как евро-доллар, мы ожидаем в дальнейшее снижение. У нас по евро-доллару с вами была цель 1,0750, которую мы успешно уже достигли. Текущее значение 1,0730. На мой взгляд, нет никаких предпосылок к тому, чтобы сейчас евро-доллар начал расти, поэтому я прогнозирую дальнейшее снижение с целью 1,0650, еще ниже. Хотя сегодня, если мы с вами рассмотрим экономический календарь, есть ряд важных статистики, которые мы ожидаем, что выйдет в Америке. В 12.30 по времени GMT, это в первую очередь данные по ВВП. Прогнозируемое значение ВВП на 1,1%. Это ниже, чем предыдущее значение, поэтому есть вероятность того, что это, опять-таки, может вызвать какие-либо негативные последствия для индекса доллара. Индекс доллара может кратковременно снизиться, но мало это что изменит на общем фоне. Также сегодня ожидается важная статистика – это число первичных заявок на получение пособий по безработице. Новость также выходит в 12.30 по времени GMT. Чем выше количество новых заявок, тем более негативные данные для негативного влияния на американскую экономику, но и в том числе на американский доллар. Будем внимательно следить за этими событиями. Наши прогнозы остаются на то, что индекс доллара будет расти. И с учетом того, что приближается дата X, которая, как называет министр финансов США Джанат Елен, 1 июня, сейчас все смотрят только за этим событием. По поводу госдолга на текущий момент времени до сих пор нет никаких договоренностей о том, что республиканцы и демократы договорились на каких-либо условиях о том, что они повысят госдолг. Джанат Елен также прогнозирует точку дефолта, так называемую, в начале июня. Она пока не говорит точных данных, у нее вчера было выступление, но сказала, что в ближайшее время она обратится к Конгрессу и уже объявит более точные сроки, как только приведут на более подробные расчеты. Мы с вами продолжаем следить за самыми актуальными событиями на сегодняшний день. S&P 500 у нас с вами так и продолжает находиться в коррекции. Текущее значение 4160, есть ожидание, что S&P 500 будет и дальше идти вниз. Если не договорятся по повышению госдолга, то мы с вами уже вчера говорили о том, что есть очень высокая вероятность того, что ситуация будет гораздо хуже, чем в 2011 году. И, соответственно, S&P 500 может упасть более чем на десятки процентов. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего!